Ребята, всем привет! Вещи Олег на связи. Ваш футбольный пророк и лучший друг в мире ставок. В этом видео огромное количество ставок. Я проставлю 60 тысяч рублей на матч в воскресенье и понедельник. Часть ставок, огромная часть ставок в этом видео, остальные все будут в Телеграме. То есть суммарно с Телегой будет, в общем-то, эта сумма 60 тысяч рублей. Так что и подпишитесь на этот YouTube канал, поддержите меня лайками обязательно, ну и переходите в Телеграм. Потому что Телеграм у нас и час, где более 1300 участников, и там дополнительный прематч ставки, лайв ставки я публикую, подвожу итоги всех дней, какие-то материалы от себя публикую дополнительные, полезные. Там самая основная движуха, так что переходите на мой Телеграм-канал, ссылку в описании сможете найти. Здесь я разберу и матч РПЛ, и матч ФНЛ, и Олимпиаду. Причем на Олимпиаду я дам очень много ставок, я не буду их здесь подробно комментировать. Более подробный комментарий, анализ моих ставок именно будет в Телеграме тоже. Дополнительный анализ тех ставок, которые я вам покажу в этом видео. Так, давайте мы начнем с единственного матча понедельника, с экспресса давайте начнем. Там будет матч понедельника, Нижний Новгород играет против Сочи. Кстати, на втором своем канале я выпустил видео с долгосрочным ставком на РПЛ. Кто выиграет чемпионат России, кто вылетит из него, там неплохие коэффициенты. Вам должно быть интересно, переходите на втором ютуб-канал, в описании тоже ссылку сможете найти, и зацените. И там как раз я говорил про Нижний Новгород, то, что команда совершенно не готова к сезону. Она абсолютно не усилилась в этом межсезонье, сильнее точно не стала. При этом попала в РПЛ не по спортивному принципу, заняв, по-моему, четвертое только место, да. То есть даже на фоне там Крылья Совета и Алани, ФНЛ, они выглядели не очень здорово. Поэтому в РПЛ я ничего не жду от Нижнего Новгорода. Сочи, в свою очередь, может быть, чуть-чуть стал слабее по составу, но все равно и состав значительно сильнее, чем у Нижнего Новгорода. Сочи уже провел контрольные матчи, и в Кубке Паримач, в пример, там 2 из 3 побед одержал над Химками и Рубином. Но самое главное, это, конечно, уступление Верокубки. Да, соперник Кешли азербайджанский был несложным. Впереди еще ответный матч, но 3-0, убедительная победа. И как раз через этот матч я уверен, что Сочи здорово подойдет к матчу РПЛ. В ответном поединке уже можно выставлять полурезервный состав, потому что есть преимущество в Кубке Конференции. А вот на чемпионат выставят основу, и команда должна быть уже хорошо готова к сезону. Поэтому, на мой взгляд, уверенная ставка в экспресс. Фора 2-0 на Сочи за курицей 53. И воскресный матч ФНЛ, Кубань играет против Элиса. Ну, я вам уже рассказывал в предыдущем видео, что Кубань, которые вышли в ФНЛ, они неплохо усилились, качественных футболистов подписали. И поэтому в каждом матче забивают. Они 2-2 сыграли с Енисеем в прошлом туре. До этого 1-2 уступили Торпедо дома, где играли не хуже. А Торпедо тоже здорово усилился в этом сезоне. Команда, в общем-то, претендует на повышение в классе. Но Велес значительно слабее. Велес, как по мне, стал даже слабее по сравнению с прошлым сезоном. И в этом сезоне они, да, обыграли Енисей 1-0. Хотя по игре ни в чем их не превзошли. И уступили 1-0 факелу. Как по мне, Кубань обязательно забьет. Так что моя ставка в двойник. Индивидуальный тур у Кубани больше одного за курицинные 50. Общий процент экспресса 2.30. 3 тысячи рублей я ставлю. Еще один матч в воскресенье. Либетский Металлург играет против Акрон. Как по мне, Либетский Металлург – это главный претендент на понижение в классе по итогам этого сезона в ФНЛ. ФНЛ состав очень слабый. Я уже говорил, что они не усилились по сравнению с тем, как играли в прошлом сезоне в ФПФЛ. И в этом сезоне их матчи о том и свидетельствуют. В первом туре они обыграли 3-2 Томи. Томи разобранную, которой буквально за 5 дней до старта сезона сказали, что они, оказывается, будут играть в ФНЛ, а не в ФПФЛ. Так при том, Томи вела на выезде 0-2. Осталась в Миншеси. Только после этого три гола Либетский Металлург смог забить. А в прошлом туре они уступили 4-0 Оренбургу в одну калитку. Поэтому, как по мне, Акрон является сваритом. У Акрона выше задачи стоят. Им поставили задачу попасть в десятку по итогам этого сезона. У них лучший подбор футболистов. Команда усилилась в этом межсезоне. Если в первом туре они уступили дома с Кахабаровску 1-2, то во втором туре в непростой игре обыграли Волгарь 1-0. Не скажу, что прям выглядели гораздо лучше. Но все равно, если сравнить Металлург и Акрон, то Акрон выглядит интереснее. Я уверен, что даже на выезде они не проиграют. Поэтому моя ставка. Фора 2-0. Коэффициент 1-67. 3,5 тысячи рублей я ставлю. Ну и матч РПЛ в воскресенье. ЦСКА игра против Уфы. Я не рекомендую прям сильно лезть в этот матч. Потому что первый тур чего угодно может произойти. Другое дело то, что как-то слишком переоценивают армейцев. В первом туре очень часто сильные команды испытывают проблемы против закрытых команд. Потому что защищаться гораздо проще. Уфа будет явно играть вторым номером на выезде. Про ЦСКА ЦСКА. В этом сезоне не стало сильнее. Ушел Рандон и Шкурин. Пришли Мухин и Заболотный. Березуцкий Алексей главный тренер. Человек без опыта на этой должности. И мы видели то, что у его предшественника не все здорово получилось. У Олеча. Плюс Влашич хочет уйти. Открыто об этом заявляет. Заявляет и скорее всего уйдет. Поэтому и против Уфы у ЦСКА могут возникнуть проблем. Тем более, что Уфа это неплохая команда. У них есть довольно много изменений по итогам прошлого сезона. Но в целом рисунок игры точно не поменяется. Это организованы команды, которые непросто забить. И у ЦСКА очень тяжело складываются матчи против Уфы. В прошлом сезоне они дома с ними сыграли 1-1. На выезде 0-1 обыграли. До этого 0-0, 1-0, 1-1, 2-2. То есть в шести матчах подряд либо команды в ничью играют, либо минимально в один мяч выиграют ЦСКА. Причем если брать домашний матч армейцев в Москве, то в четырех домашних матчах подряд в чемпионате ЦСКА не может обыграть Уфу. Они их только побеждали в товарищеских играх и в Кубке России дома. А в четырех матчах подряд в чемпионате победить Уфу не могут. Поэтому я беру фору плюс полтора на Уфу, коэффициент 1.60, 2900 рублей ставлю. А сейчас я вам дам ставки на воскресный матч Олимпиады по футболу. Я давал ставки вам в одном из предыдущих видео на первые туры. Там по Ютубу неплохая статистика, три ставки прошли, только одна нет. Я посмотрел матч первого тура и, как по мне, у меня есть неплохие события на эту Олимпиаду. Итак, Япония-Мексика. 3,5 тысячи рублей разделил на две ставки. 2 тысячи рублей на индивидуальный тутул Мексики больше одного, коэффициент 1.63. И полторы тысячи рублей на обе забьют за коэффициент 1.82. Саудовская Аравия, Германия. 3 тысячи 400 рублей разделил на две ставки. По 1700 рублей ставлю на фору плюс полтора на Аравию за коэффициент 1.86. И тотал меньше трех за коэффициент 1.74. Египет, Аргентина. Тотал меньше двух с половиной, коэффициент 1.88, 2 тысячи 800 рублей ставлю. Франция ЮАР, фору плюс 2, но ЮАР, коэффициент 1.95, 2 тысячи 800 рублей ставлю. Бразилия, Коди ЮАР, обе забьют, коэффициент 2.13, 2.5 тысячи рублей ставлю. И Румыния, Южная Корея тоже обе забьют, коэффициент 2.10, 2.5 тысячи рублей я поставил. Ставка дня в этом видео это ФНЛ, Металуру Клипецка, Акрона, фора 2.0 за коэффициент 1.67. Я уверен, что ближе к матчу котировки просядут. Металуру Клипецк, как по мне, явный аутсайдер и вряд ли одержит победу над Акроном. То есть, как минимум, возврат за это событие должен получить. Собственно, поэтому более крупную сумму на эту ставку и поставил. Мои друзья, единомышленники, это снова клуб друзей. Снова банк будет 10 тысяч рублей, который я под вас выделил. Я предлагаю вам варианты ставок на тот или иной матч. Вы в комментариях пишите эти варианты. И 500 рублей на одну из ставок я ставлю. С итогом месяца, двух мы подведем итоги вашей банки. Если там будет хорошая чистая прибыль, то среди вас я ее и разыграю. Итак, давайте разберем субботний матч. Рубин играет против Спартака. Четыре ставки для вас. Фора 2.0 на Спартака, коэффициент 1.70. Непроигрыш Рубина, коэффициент 1.72. Обе забьют, коэффициент 1.82. Тотал меньше 2.5, коэффициент 1.92. Один из четырех этих вариантов. Пишите в комментариях. Можете предлагать и свой какой-нибудь вариант. Тот вариант, который наберет наибольшее количество лайков и комментариев, на тот я 500 рублей и заряжу. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В Телеграме будут дополнительные бесплатные ставочки. Объясню, почему взял эти ставки на Олимпиаду. Ну и не забываем про крутые бонусы от нашего партнера в закрепленном комментарии. Всем желаю больших успехов. Увидимся в следующих видео.